В феврале отмечается Всемирный день борьбы против рака. Этот день призван обратить внимание на заболевание, которое является одной из главных причин смертности населения. Сегодня в нашей студии главный врач Сергея Посадского центра медицинской профилактики Елена Гордеева. Елена Викторовна, здравствуйте. Елена Викторовна, о чем говорят цифры? Какова у нас действительно смертность от заболеваний рака, от тонкозаболеваний по стране, по Московской области, по нашему району? Я услышала ваш вопрос. Действительно, риск возникновения онкологических заболеваний в целом по стране и в Московской области очень высок. А смертность от онкологических заболеваний по Московской области и в целом по России стоит на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний. Но если коснуться цифр, в 2015 году по Московской области смертность на 100 тысяч населения составляла 217,1%. Цифра достаточно солидная. В то же время по Российской Федерации смертность на 100 тысяч населения от онкологических заболеваний составляла 203 случая. В 2016 году ситуация несколько улучшилась, то есть немного она поправилась. По Московской области данный показатель смертности уменьшился и составил 206 случаев на 100 тысяч населения. Что касается Сергиево-Пасадского района, то смертность от целого качественных заболеваний в 2015 году составляла 157,1 случаи на 100 тысяч, а в 2016 смертность на 100 тысяч населения составила 81,2%. Это ниже, чем в среднем по Московской области? Да, это ниже, чем в время. Имеется такая небольшая корреляция. И, в общем-то, наверное, немного поправились мы в том плане, что у нас стало больше выявленных лиц с онкологической заболеваемостью в первой-второй стадии. Раньше этого было совсем малый процент. А вот за вот эти два года немножечко, немного произошло изменение. В общем-то, в лучшую сторону. За счет этого улучшились показатели. А вообще, какие злокачественные образования наиболее распространены? Какие органы чаще страдают? Показатели эти есть. Это показатели Роскомстата. Они, в общем-то, основываются на тех статистических данных, которые подаются, в общем-то, по России, по всем областям. И, соответственно, делается объединенный показатель. Ну, что прежде всего превалирует по нозологиям? Ну, на первом месте, конечно же, стоит рак легких. На втором месте стоит рак желудка, рак пищевода, рак молочных желез, рак кожи. И вот в такой последовательности идут данные заболевания. Если коснемся такого среза, как полового, в общем-то, признака, у мужчин и у женщин, эти показатели будут несколько разные. У мужчин на первом месте стоит рак легкого. На втором месте стоит рак предстательной железы. На третьем месте рак кожи. Это данные все 15-го года. По 16-му году еще данных Роскомстата нет. А у женщин на первом месте идет рак молочной железы по выявляемости. На втором месте идет рак половых органов. И на третьем месте, конечно же, идет рак кожи. То есть вот рак кожи, вот этот показатель, четко идет на третьем месте и в одной группе, и в другой группе. Елена Викторовна, вот на Ваш взгляд, как специалиста, почему сейчас так остро стоит проблема онкозаболевания. С чем это связано? Это общая экология? Это образ жизни? Или, может быть, раньше просто не диагностировали эти заболевания, и они проходили, вот, ну, как Вы говорите, не по той статистике? Ну, если отталкиваться и мыслить глобально, то, безусловно, это не экология. Ну, будем приводить такой пример. Я его всегда привожу, когда провожу какие-то лекции, презентации, которые касаются профилактики онкологических заболеваний, возьмем ту же самую Японию. В Японии не совсем хорошая экология, будем, в общем-то, отталкиваться от этого, но, тем не менее, японцы, в общем-то, занимаются профилактикой онкологических заболеваний. И у них онкология не настолько явно выражена и не занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний, потому что это образ жизни, о чем мы будем говорить позже. И, безусловно, у нас экология не настолько плоха, чтобы экологический фактор считать первым признаком того, что он вызывает онкологические заболевания. Это совокупность причин. И причины эти, в общем-то, какие-то. Ну, если разделять чисто по причинам, которые вызывают онкологию, это, прежде всего, причины будут какие? Это причины химические факторы. Это канцерогены, которые мы употребляем в пищу, которыми мы постоянно контактируем. Это физические факторы, ультрафиолетовое ионизирующее излучение. И, естественно, это биологические канцерогены. А биологические канцерогены вызываются инфекциями, которые вызываются вирусами, бактериями и некоторыми паразитами. Вот это три фактора, которые являются причиной возникновения онкологических заболеваний. С раком очень сложно бороться. Есть вот такая теория, что общество, ну, не общество, а, наверное, мир как экосистема, он себя регулирует. Больше определенной численности населения планета, может быть, не выдержит. Это такая вот одна из теорий. И если мы научились бороться с оспой, если мы научились бороться с туберкулезом, то появляются новые заболевания, к примеру, рак, который мы победить пока и вылечить не можем. И, соответственно, вот есть некоторая такая регуляция, скажем, популяции. Вот вы склонны к этой теории, нет? Нет. Это заблуждение. И будем даже говорить так, это один из мифов. Потому что профилактика онкологических заболеваний существует, она действует. И если люди будут поддерживаться данной профилактики, безусловно, безусловно, люди будут здоровы. Есть теория, что у каждого человека, нормального человека, здорового человека, есть клетки, зараженные раком. Но они не развиваются до определенных причин, пока вот не влияют на это какие-то другие факторы. И если сократить воздействие, не знаю, того же ультрафиолета, сократить воздействие, не знаю, вот вредных привычек, то, возможно, они так вот у вас и просуществуют, и ничего с вами не случится. Ну, вы знаете, это, в общем-то, действительно миф. Почему? Объясняю. Что вообще такое понятие рак под собой подразумевает? Рак – это наименование более ста болезней различной локализации, начиная от лимфы, системы кровотворения, головного мозга, поджелудочной железы. То есть сюда входят и все внутренние органы, и в том числе и кожа. Это все входит в понятие рак. И развивается он из одной клетки. Для того, чтобы рак развился, для этого нужен какой-то пуск. Иммунная система у нас отвечает за развитие и пуск вот этого, будем так говорить, механизма, который затем, в общем-то, превращает маленькую клеточку в онкологическую опухоль, которая разрастается и поражает. Это я говорю для обыкновенных обывателей, чтобы людям было понятно, что такое рак. Так вот, для того, чтобы этого пуска не произошло, для этого прежде всего необходимо постоянно укреплять свой иммунитет. А что такое укрепление иммунитета? Это прежде всего отказ от вредных привычек. Вредными привычками у нас являются курение, вредными привычками у нас являются алкоголь, вредная привычка – это гиподинамия, это постоянная работа за компьютером, это малоподвижный образ жизни. А у нас сейчас мы живем в том социуме, когда человек действительно очень мало двигается, сидит на работе, приходит домой, опять садится на компьютер, либо лег на диванчик полежать, либо с газетой, либо, опять же, с ноутбуком, с планшетом или еще с чем-то. А как же тогда вот маленькие дети, которые, к сожалению, тоже болеют раком, и это вообще, мне кажется, очень большая такая проблема, когда ребенок еще не подвержен вредным привычкам, на него не воздействуют какие-то там химические факторы, он еще нормально питается, это потому что во взрослом возрасте мы позволяем себе какие-то перекусы и несоблюдение режимов. Дети все-таки… Ну, я же вам говорю, что это иммунная система. Неизвестно, как мама выхаживала данную беременность, что она во время беременности получила, почему у ребенка возникло то или иное заболевание. Кстати, если касаться детей, то у детей, в общем-то, в большей степени, это онкологические заболевания лимфосистемы или кровотворной системы, то есть это различные заболевания крови. Как правило, крайне редко бывает онкологическое заболевание каких-то внутренних органов. Ну, а здесь, в общем-то, все зависит, конечно, и от того, как мама ходила во время беременности, какой ее иммунный статус, что она дала ребенку, ведь все, в общем-то, от матери передается к ребенку через плаценту, через маточное плацентарное кровообращение. То есть здесь предрасположенность, может быть, и генетическая предрасположенность, потому что генетического фактора еще у нас никто не убирал. Считается, что ранняя диагностика при онкозаболеваниях – это один из таких факторов, который позволяет локализовать там заболевание, воздействовать на развитие опухоли, может быть, даже удалить ее и в дальнейшем жить нормальной жизнью. Каким образом можно на ранних стадиях выявить такие болезни? Ранняя диагностика возможна тогда, когда человек заботится о своем здоровье, когда он регулярно проходит профилактические осмотры и регулярно проходит диспансеризацию. Все вот эти инструменты ранней диагностики, диспансеризации профосмотрных, придуманы не просто так. Они придуманы именно для того, чтобы была ранняя выявляемость любых заболеваний, в том числе и онкологических. Что человек имеет, приходя на диспансеризацию или на профилактический осмотр? То есть он, который не обращается в связи с каким-то заболеванием к врачу, пришел просто провериться. Значит, ему будет забран анализ крови, ему будет сделан анализ мочи. Если будут какие-то изменения, безусловно, данному человеку будет назначено расширенное обследование. То есть у него обязательно соберут анамнез. Ему дадут анкету. А в анкете указывается весь риск по всем хроническим неинфекционным заболеваниям, и в том числе и онкологических, и генетическая предрасположенность. Все эти вопросы имеются в анкете. И врач не должен пропустить вот эти все риски. Естественно, если по тем анализам, которые у человека взяты, у пациента, который проходит профосмотр или диспансеризацию, имеются какие-то изменения, безусловно, доктор на основании анамнистических данных, на основании данных анкеты, заполненной пациентом, на основании анализов будет продолжать дальше обследовать пациента. А это значит, может назначить, если имеются для этого показания, гастроскопию. То есть посмотрит желудок. И если при гастроскопии эндоскопист заподозрит какой-то очаг, который ему не нравится, будет тут же взята биопсия, которая через 10 дней будет готова, и человек может спокойно жить, либо ему уже будет назначено определенное расширенное лечение, возможно, и оперативное лечение. Это обязательное УЗИ, которое проводится во время диспансеризации. Это тоже один из ранних признаков диагностики. Ну и, безусловно, у нас сейчас очень много методов при подозрении на онкологию. Исследования – это и МРТ, и КТ, и много других методов исследования, в том числе и сдача крови на онкомаркеры. Это делается, в общем-то, в нашей больнице. Конечно, не все онкомаркеры, но часть онкомаркеров, безусловно, делается непосредственно в лаборатории Сергеево-Пасадской районной больницы. А сейчас очень активно продвигается диспансеризация. Можете ли сказать, есть ли выявляемость именно онкозаболеваний в результате вот этих профилактических осмотров? Конечно. По данным, значит, 2016 года в Московской области диспансеризацию прошли 1313 тысяч, это я немного округлила, человек. Из вот этого количества людей было подтверждено и обнаружено у кого-то на ранних, у кого-то на запущенных стадиях 2019 случаев онкологических заболеваний. Все эти люди получают естественное лечение. Безусловно, если касаться выявления на ранних стадиях, здесь бы хотелось сказать всем, рак излечим. И рак излечим, когда он диагностирован на ранних стадиях. Это первая и вторая стадия. И если на этих стадиях мы человека зафиксировали и выявили у него это заболевание, то, в общем-то, данный человек после проведенного лечения, возможно, это оперативное и специфическое лечение, безусловно, живет до глубокой старости и, в общем-то, получает достойное, хорошее долголетие. Спасибо, Елена Викторовна. Я так понимаю, что все равно ваши советы, это не только профилактика одного вида заболеваемости, это онкозаболеваемые, это, в принципе, профилактика любых заболеваний. Спасибо за рассказ. Я напомню, что сегодня у нас в студии была главная врач Сергея Посадского центра медицинской профилактики Елена Гордеева. И сейчас идет месячник, посвященный борьбе против рака. Всего доброго, берегите себя. Одежда для ведущих представлена фабрикой женской моды «Пирорус».